Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-Энциклопедия от A-D-Z. И сегодня мы узнаем о группе Overkill. Overkill образовались в 1980 году на развалинах панк-банды The Lubricants, в которые играли барабанщик Red Skates и басист Диди Верни. Поиски напарников по объявлениям привели их к вокалисту Бобби Блицу Элсворту и гитаристу Роберту Пизарику. И таким образом была создана первая версия группы. Поначалу коллектив равнялся на панк-каверы, играя песни Рамонс и Дед Бойс, а потом стал разбавлять репертуар металлическими гимнами от Motorhead, Judas Priest, Riot и им подобных. В 1982 году к Overkill присоединился гитарист Бобби Гастовсон, но еще до его прихода в сет-лист стали попадать уже и оригинальные треки. Атаковав нью-йоркские клубы типа L'Amour, парни вскоре заработали себе славу эдаких синих воротничков от металла. А в 1983-м команда произвела большое впечатление на андеграунд демкой Power in Black. На следующий год Overkill собственными силами выпустили одноименный Миньон, благодаря которому отоварились мультиальбомным контрактом от Megafoss Records. Своим полнометражным дебютом группа доказала, что трэш могут играть не только на западном побережье, но и на восточном, а критики занесли Feel the Fire в классику жанра. Двухлетние промогастроли закончились подключением к делу Atlantic Records, и вторую пластинку команды фирма Megafoss выпускала уже в сотрудничестве с мажорами. Несколько более эпичный и более качественный по звуку Taken Over ввел коллектив в билбордовский топ-200, однако на следующем студийнике Under the Influence группа сделала шаг назад и вернулась к ершистому непричесанному панк-трэшу. Скейтс к тому времени на фоне депрессии и накатившего алкоголизма успел вылететь из состава, и его место занял Боб Сид Фальк. В 1989-м Overkill также сменили продюсера Алекса Перриалиса на Терри Дейта и при его участии записали прорывной диск The Ears of Decay. Песни здесь стали более длинными и серьезными, структура композиций усложнилась, а наибольшую известность получил в MTV-шной завсегдатой Elimination. И хотя альбом продавался достаточно хорошо, в 1990-м году внутренние разногласия привели к отставке Гастовсона. Несмотря на то, что Бобби являлся основным сонграйтером, Overkill компенсировали его потерю приглашением сразу двух гитаристов – Роба Канновина и Мерри Таганта. Результатом старания обновленного состава стал мрачный, тяжелый и местами думовый альбом «Хоррорскоп», куда помимо собственных вещей от Верни Элсворта, группа включила кавер Эдгара Уинтера «Франкенстайн». После сопутствующих гастролей ретировался не являвшийся большим фанатом трэша Фальк и установку занял Тим Малвар из M.O.D. В 1993 году Overkill вернули в продюсерское кресло Перри Алиса и записали диск «I hear a black». Существенно отличающийся от других опусов хард-роковой направленностью, этот альбом стал наивысшим на тот момент чартовым достижением группы и занял 122-ю строчку в билборд. Впрочем, старым фанатам команды нововведения пришлись не по душе, и на самоспродюсированном WFO коллектив вернулся к классическому шустрому трэшу. И хотя седьмой студийник Европа встретила неплохо, гулявший по Америке гранжевый ветер успел сделать такую музыку малопопулярной, и Overkill были уволены с Атлантик. После концертника «Reckin' Your Neck» отбыли Канна Вина и Гант, а вместо них гитары подхватили Джо Комо из Лидж Ворд и Себастьян Марина из Энвилл. Если на полнометражке «The Killing Kind» группа впрыснула в трэш порцию хардкора, то на «From the Underground and Below» местами появился привкус Индастриала. В 1999 году вышли сразу две оверкиловских пластинки – оригинальный альбом «Necroshine» и сборник каверов «Coverkill» с песнями, оказавших на группу наибольшее влияние исполнителей, таких как «Black Sabbath», «Moderhead», «Ramones», «Sex Pistols» и т.д. Незадолго до первого из этих релизов Марина решил посвятить себя семейным делам, а гитарную эстафету от него принял Дэйв Линск. В 2000 году команда гастролировала в компании с «Nihilator» и вскоре к ним ушел Комо, так что на очередные сессии оба «Kill» прибыли вчетвером. Если на «Necroshine» коллектив позволял себе кое-какие отклонения от генерального курса, то на «Bloodletten» вновь зазвучал фирменный синебородничковый трэш. Когда у Верни должен был родиться ребенок, басиста временно подменял Дерек Тейлер, а по возвращении «Еди в строй» новобранец остался в штате, но уже в должности второго гитариста. В 2002-м музыканты заключили контракт со Spitfire Records и выпустили на этом лейбле пару номерных пластинок – «Killbox 13» и «Relix 14». Причем особый интерес публики вызвала первая из них, возвращавшая слушателя в эпоху «Field the Fire». Сменив Мауэра на экс-ударника Хейтс Рона Липники, команда сделала короткую остановку на лейбле «Boddock», где вышел собравший довольно противоречивые отклики диск «Имморталис». В дальнейшем Overkill перебрались под крышу «Nucleoblast» и дебютировали там с пластинкой «Ironbound». Этот альбом, который обозреватели назвали трэш-эдевром, впервые со времен «I Hear Black» дал группе возможность побывать в Billboard ТОП-200, но и после него Overkill продолжили наращивать свой рейтинг. С тех пор прошло всего два года, как обретший второе дыхание коллектив выдал не менее мощную программу «The Electric Age», с которой впервые пробился в первую сотню. К сожалению, студийный рывок не подкрепился достойным концертным натиском, поскольку из-за пошатнувшегося здоровья Блица, которого подкосила пневмония, ряд выступлений пришлось отменить. Впрочем, когда фронтмен подлечился, Overkill продолжили покорять новые высоты, и их очередная полнометражка «White Devil Armory» очутилась уже на 31 месте. В 2015-м вышел ретроспективный бокс-сет «History Kill», а спустя пару лет появилась новая программа «The Grinding Wheel», которая несколько уступала по напору предшественницы и потому привела к некоторому отступлению в таблицах популярности. Весной 2017-го из игры выбыл «Липники», а немного погодя ударную эстафету принял Джейсон Битнер. Дебют этого барабанщика из «Shadows Fall» состоялся на альбоме «The Winds of Four», который хоть и сохранял стилистику предыдущих работ, но проигрывал им в чартах почти что на 100 пунктов. В дальнейшем активность команды была подзагашена из-за пандемии ковида, но как только представилась возможность, Overkill вернулись на концертные площадки, а весной 2023-го опубликовали несколько раз передвигаемый по срокам альбом «Scotched». Новая работа была отмечена заметным сдвигом в сторону Хэви, и при этом многие комментаторы указывали на все больше возрастающую схожесть вокала Блица с Уда Диркшнайдером. И хотя в список билборд данный студийник не попал, он занял хорошие позиции в европейских чартах, а сопутствующие гастроли команда провела в статусе хидлайнера. Кстати, настоящие имена основателей проекта Ретта Скейтса и Диди Верни – Ли Кандрат и Карла Верни. А свои прозвища они взяли в честь любимых панк-исполнителей Ретта Скейбиса из Дамт и Диди Рамона из Рамонс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...